Как мы уже рассказывали в нашей программе, специалисты Алмалыкского горно-металлургического комбината продолжают проведение общественных слушаний, в ходе которых горожан информируют о строительстве нового металлургического комплекса в рамках реализации инвестиционного проекта «Освоение месторождения Юшлик-1». Так, 2 апреля общественные слушания были организованы в рабочем городке. Каждый специалист по своему направлению будет в прояснении. В мероприятии приняли участие ведущие специалисты Алмалыкского горно-металлургического комбината, в том числе медиплавильного завода, а также депутат законодательной палаты Кизилку Касымова, представители Алмалыкского городского кингаша народных депутатов. В ходе презентации проекта отмечалось, что в нашей стране на основании ряда указов президента намечено ускоренное развитие кластера медной промышленности. Основным сырьем для предприятий, входящих в кластер медной промышленности, является катодная медь, производимая на АГМК. Годовая производственная мощность медиплавильного завода составляет 148,5 тысяч тонн катодной меди. Учитывая недостаточность имеющихся мощностей для извлечения меди из концентрата, который будет поставлять ныне строящаяся медная обогатительная фабрика номер 3, предполагается расширение мощностей металлургического комплекса. Кроме того, необходимо учитывать, что в стране растет спрос на серную кислоту, которая в настоящее время составляет 1,8-1,9 миллионов тонн в год. Отметим, что серная кислота является основным сырьем для предприятий, производящих минеральные удобрения. Новый металлургический комплекс позволит значительно удовлетворить потребности в кислоте. Еще одним замечательным аспектом увеличения мощности АГМК является увеличение производства золота в 1,7 раза, а серебра в 1,3 раза, что послужит обогащению золотовалютных резервов республики, развитию предприятий ювелирной промышленности. Поэтому для наращивания мощности предприятий электротехнической, ювелирной, химической и урановой промышленности страны, увеличение объемов валового внутреннего продукта республики и увеличение золотовалютных резервов на комбинате большое значение имеет расширение мощности металлургического комплекса. Новый комплекс будет оснащен самыми передовыми технологиями и технологическим оборудованием, представляемыми ведущими мировыми компаниями. Проект нового металлургического комплекса будет реализован на территориях уже имеющихся на балансе АГМК, то есть на территории медиплавильного завода. В счет того, что демонтажа старых технологических и морально устаревших печных агрегатов и другого оборудования, вместо них будет устанавливаться, монтироваться новые цеха с современным оборудованием, энерго- и ресурсосберегающими технологиями. Ну, это все будет реализовано на территории уже существующего медиплавильного завода, будут вовлечены неиспользуемые площади. И никакого дополнительного земельного отхода для этого не нужно. Проект металлургического комплекса, он настолько уникален, что на сегодняшний день применены самые последние современные разработки техники, технологий, современных процессов металлургии, которые влекут за собой улучшение экологических норм, улучшение ресурсосберегающих требований. И в том числе дает возможность отрабатывать на сырье, которое, допустим, 20 лет назад было непригодное для отработки. На сегодняшний день мы уже экономически и целесообразно можем извлекать ценные металлы и другие компоненты из этих отходов. На протяжении нескольких лет АГМК вывозил шлаки из металлургических производств, которые имели ценные компоненты в своем составе. И многие алмалкчане наши знают об этом. И тот полигон, который отведен под шлаковый отвал, на сегодняшний день посредством нашего проекта будет построена шлакообогатительная фабрика, которая отрабатывает эти шлаки, при этом извлекая ценные компоненты, в том числе и золото, и серебро, и в основном, конечно же, медь. Общего проекта рентабельность очень высокая. Тем более, что мировые прогнозы по росту цен на медь показывают, что рентабельность около 7 лет. 7 лет, и завод весь проект окупается. К тому же, в нашем проекте применены ресурсосберегающие технологии, в том числе и сбережение воды. Весь комплекс сливаемые стоки в вод идут на специально построенное сооружение очистных установок и нейтрализация кислых и других стоков со всего завода, и полностью вода в очищенном состоянии возвращается на повторное использование. В новом проекте предусмотрено строительство серно-кислотного цеха. По счету он будет пятым. И данный серно-кислотный цех будет полностью утилизировать газы, отходящие от печей, конверторов и анодных печей, и других металлургических агрегатов, в том числе и аспирационные газы, тоже будет данный цех утилизировать, превращая этот газ в серную кислоту, и впоследствии, конечно же, это экономически тоже приносит большую пользу. Выбросы сократятся в порядка в 20 раз. Для жителей это расширение инфраструктуры, это более 700 рабочих мест, новых рабочих мест. На сегодняшний день медиплавный завод насчитывается более 2600 человек, а в будущем это будет более 3300 человек. Это, конечно же, и доходы населения, рабочие места, и социальная сторона. То есть влечет проект за собой очень хорошие социальные еще эффекты. В завершении мероприятия организаторы подчеркнули, что ни одно обращение граждан не останется без внимания руководства города и АО «Алмалыкский ГМК». А потому все предложения и замечания по проекту строительства медного комплекса просят передавать, позвонив на номер телефона плюс 998-70-619-2333 или отправив письменные сообщения по электронному адресу info.sobachka.agmk.us